Взрывное тэквондо, сокрушительный бокс, изящная капуэра и таинственное киндо. На первых в России юношеских играх заявлены 24 вида боевых искусств. Соревнования состоятся на девяти площадках города. За три дня на татаме, ринге и даянге выйдут около двух тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Крупнейшее событие объединит спортсменов, тренеров, судей и болельщиков со всех уголков Дальнего Востока. 17-летний Максим Калиниченко тренируется с удвоенной силой. Чириги и чаги, удары руками и ногами. Тэквондист с многолетним опытом отрабатывает в спарринге. В Хумсе формальный комплекс движений помогает оттачивать тренер. За плечами обладателя черного пояса соревнования всероссийского и международного уровней, говорит выступление на предстоящих играх, большая честь и уникальная возможность познакомиться с юными спортсменами со всего Дальнего Востока. Лично у меня нет прогнозов, потому что бывает всякое. Но буду делать все, что возможно от меня, выложиться на 100%, ну и показать наилучший результат. В Дальневосточном центре кроме двух тысяч спортсменов соберутся сотни студий, тренеров и гостей из соседних регионов, чтобы стать свидетелями первых подобных игр. За право их проведения боролись все регионы страны. Известно, что будут участвовать 24 вида спорта в этих играх. Наряду с популярными будут и редкие такие. В крае очень сильно развиты такие виды спорта, как карате, тэквондо, тайский бокс, греко-римская борьба, вольная, самбо. Ну а такие экзотические новые виды спорта, которые только начинают свое зарождение, как капуэра, хапкидо, кабудо, русский стиль. Это виды спорта, которым нужно просто открыть дорогу. Они уже нашли своих сторонников, но их нужно показать широкой общественности. Соревнования состоятся в преддверии годовщины победы. И к этому приурочено оригинальное открытие. Какое? 7 мая начнутся в 7.30 утра, когда все спортсмены, участники соревнований, тренеры, представители команд, родители наших спортсменов в возрасте с 12 до 18 лет примут участие в торжественном мероприятии на мемориале Победы возле Вечного Огня. Это патриотическая акция. Там пройдет торжественное возложение гирлянды, торжественное возложение цветов. И затем спортивным пробегом вся спортивная общественность по улице Тургенева направится к сердцу наших соревнований, к универсальному краевому спортивному комплексу стадиона имени Ленина, где в 9 часов произойдет открытие наших соревнований. Андрей Сергеевич, расскажите о программе соревнований. В 9 часов открытие соревнований возле универсального краевого спортивного комплекса. В 10 часов 7 числа начинается соревнование. На 9 спортивных площадках 19 видов спорта начинают работать. Соревнования 7 числа пройдут до 10 вечера. 8 числа с 9 утра до 9 вечера будут продолжаться соревнования. А вот 9 числа в 18.00 будут проходить галлофиналы. Андрей Сергеевич, как вы оцениваете события такого российского масштаба? Как может отразиться на развитии спорта на Дальнем Востоке вообще в принципе? Вы знаете, уже сейчас отражается. Наши региональные федерации находят с помощью этого одного спортивного мероприятия, большого контакта с представителями своих видов спорта в Дальневосточном федеральном округе. Они даже не знали о существовании друг друга. Они не были знакомы. А сейчас уже руководители федерации знакомятся, судьи, тренеры знакомятся. И когда приедут ребята, то уже ребята будут общаться по телефону, в социальных сетях. И будут приезжать друг к другу в гости не только на спортивные события. Просто будут встречаться и общаться. Это и есть коммуникация. И спорт объединяет всех. Для организаторов и спортсменов подготовка к главному спортивному событию года началась еще в январе. Хабаровский край станет пионером в проведении игр такого масштаба. После их окончания координаторы передадут знания в другие регионы, где по опыту Дальнего Востока будут организованы подобные соревнования. На Дальнем Востоке это будет впервые и объединенный турнир. Как вы знаете, Кива Кушака подразделен на несколько ветвей. И все мы сейчас вместе будем сражаться. Некоторые даже для нас будут темные лошадки, кто с другими играми, мы не знаем. Поэтому будет очень интересно. Любое боевое искусство направлено на развитие не только физических возможностей, но и на совершенствование духа. На тренировках ученики, кроме приемов атаки и защиты, постигают основы философии воина. Для чего человек рожден на этом свете? Чтобы он творил благие поступки. То есть это все есть наша философия. И я бы осмелюсь даже предположить, что это основа именно искусства, а не вида спорта. Посетить соревнования может любой желающий. Вход на каждую из девяти площадок все три дня юношеских игр будет бесплатным, чтобы жители краевой столицы и ее гости лично познакомились с представленными видами спорта. Редактор субтитров А.Семкин